Здравствуйте, это программа интервью дня. В Туве более 81 тысячи получателей пенсии. Среди них получателями страховой пенсии являются почти 63 тысячи. Получателей пенсии по государственному пенсионному обеспечению более 18 тысяч. Об этом и не только расскажет наш гость, управляющий отделением социального фонда России по Туве Светлана Караевна Кенден. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Караевна, расскажите про требования для выхода на пенсию. Надо сказать, что у нас действительно более 81 тысячи получателей пенсии в республике, что составляет 24% от количества жителей республики. Каждый пятый является получателями пенсии. Ну и страховые пенсии получают у нас 63 тысячи человек. Это такие пенсии, как по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Пенсии по старости получают более 50 тысяч человек. Ну, требования, конечно же, к пенсии по старости – это достижение определенного возраста. На общих основаниях по Российской Федерации на пенсию по старости, ну, по возрасту, можно сказать, выходят граждане с учетом повышения пенсионного возраста с 2019 года, 60 лет женщины и 65 лет мужчины. Ну, вы знаете, что у нас республика полностью приравнена к районам Крайнего Севера и приравнена к немецностям. Поэтому у нас, у наших жителей нашей республики, льготный выход на пенсию. Женщины будут выходить на пенсию 55 лет, мужчины в 60 лет. Ну, а сейчас идет пока переходный период и повышение пенсионного возраста. И сейчас идут на пенсию женщины более 52 лет, и мужчины 57 лет. И постепенно повысится пенсионный возраст до 55 и 60 лет для мужчин. У нас республика многодетная, и у женщины, которые имеют двоих и более детей, у них пенсионный возраст остался 50 лет. То есть при достижении 50 лет, женщины, имеющие двух и более детей, они могут выйти на пенсию. По сравнению с другими, то есть намного раньше, да, получается, на 5 лет, и тут еще и 50 лет выйдут на пенсию. Требования к стажу, конечно, обязательно имеются, поскольку это пенсия по страховым принципам. Соответственно, необходимо наличие для нашего региона, для нашей республики, значит, для женщин, допустим, которые выходят на пенсию 50 лет, наличие 17 лет стажа в приравненных местностях и 12 лет северного стажа в районах Крайнего Севера. У нас к районам Крайнего Севера относятся Гунтайгинский район, Толчинский и Терехольские районы. Здесь надо сказать, что одновременно с северным стажем требуется также наличие страхового стажа, то есть, ну, как раньше называли, общего стажа. Значит, для женщин требуется 20 лет общего стажа. Если это касается мужчин, то для них требование 20 лет северного стажа и 25 лет страхового стажа. Ну, у нас, вот по нашей статистике, у нашей республики более 90%, где-то 95% бывает в зависимости от года выхода на пенсию. В основном у нас женщины 90% выходят на пенсию 50 лет, поскольку у многих двое и более детей. Если у женщины нет требуемого северного стажа, когда она сможет выйти на пенсию? Есть, конечно, возможность поэтапно выйти на пенсию по северному стажу. Если более половины стажа от требуемого выработано, то там по соответствующей шкале мы рассматриваем выход на пенсию, исходя из имеющегося северного стажа. Но если нет северного стажа, соответственно, выход на пенсию будет на общих основаниях. На общих основаниях это 15 лет стажа. И это требования к стажу тоже с 2019 года повышаются. В этом году требования к общему стажу 14 лет для всех. Что касается женщин, хочу сказать, что если нет требуемого северного стажа, но есть общий страховой стаж, то женщины, имеющие детей, троих детей, 57 лет, а имеющие четырех детей, 56 лет. Но женщины, имеющие пятерых детей, при наличии общего стажа 14 лет в этом году, то они могут выйти на пенсию 50 лет тоже. Здесь в отношении женщин, имеющих детей, более льготный порядок выхода на пенсию. Только работает человек, может получить пенсионные коэффициенты и стаж? Да, это пенсия, которая основана на страховых пенсиях. То есть, когда человек работает, то работодатель уплачивает за него страховые взносы. Финансирование страховой пенсии идет за счет поступивших от работодателей страховых взносов. Соответственно, если человек работает, если он получает билую заработную плату, а не в конверте, если официально трудоустроен, соответственно, у него будут формироваться пенсионные права. То есть, будет идти стаж, будут уплачиваться страховые взносы, соответствующий требуемый пенсионный коэффициент он выработает. Требуемый пенсионный коэффициент 30 будет в 2025 году требования, а в этом году 25,8. Если вот эти требования будут соблюдены, соответственно, человек вовремя, своевременно выйдет на пенсию. Поэтому, хотелось бы, конечно, обратить внимание, что работа должна быть официально оформлена. И работодатель, как страхователь, он уплачивает должные страховые взносы за своих работников. Как узнать, вот вы как раз говорили про пенсионные права, как узнать свои пенсионные права? Ну, это очень просто. Можно через портал госуслуг, там заказать данные выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, и это практически тут же оно поступает. Можно увидеть свой стаж, пенсионный коэффициент, где он работал, сделать анализ состояния своего индивидуального лицевого счета. Поскольку, вообще, человек, когда начинает работать с молодости, да, вот, и начинается формироваться, вот, с первых дней работы начинают формироваться его пенсионные права. И работодатель, страхователь, он отчитывается в социальный фонд, предоставляет отчетность, в соответствии с которым мы ведем учет пенсионных прав граждан. Поэтому, получив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, то он может увидеть, все ли его периоды стажа учтены, включил ли его работодатель эти периоды стажа, уплачены ли за него страховые износы и так далее. И если человек, увидев расхождение, или не увидел вообще никаких периодов стажа, то он, конечно, может, значит, обратиться к работодателю и спросить, почему эти периоды не представлены. Или же, если эти периоды у другого работодателя были, то может обратиться в нашу клиентскую службу для того, чтобы скорректировать, дополнить индивидуальный лицевой счет. И чем раньше это сделают, тем лучше, конечно же, до выхода на пенсию. То есть это можно только через госуслуги, да? Нет, это можно, посетив клиентскую службу, можно попросить, значит, сведения из состояния индивидуального лицевого счета через МПЦ. Но сейчас практически население все пользуется госуслугами. Это не выходя из дома, в любом месте, через смартфон, можно через приложение госуслуг увидеть данные о своих пенсионных правах. Допустим, человек заказал выписку и увидел, что какой-то период ему не выплатили. Можно ли это исправить? Да, конечно, он может обратиться сначала непосредственно к своему работодателю, уточнить, почему эти периоды не включены. Или же он может обратиться к нам в клиентскую службу. Если есть необходимость, то наши специалисты оказывают содействие в запросе этих сведений. Мы делаем запросы в архивные учреждения или в те организации, в которых этот человек работал. Мы делаем запросы. И производим уточнение, корректировку, дополнение индивидуального лицевого счета конкретного человека. Вообще за какой период нужно начать подготовку к пенсии? Ну, подготовку к пенсии, если человек предпенсионного возраста, за два года желательно, конечно, начинать. Но в целом вообще и молодежи надо знать, что если ты уже начал работать, ты уже как застрахованный лицо, за тебя страхователь уплачивает страховые износы. То есть ты уже участвуешь в системе обязательного пенсионного страхования. Вот мы все знаем, что такое медицинское страхование или там социальное страхование, там вот страхование недвижимости и так далее, и так далее. А вот обязательное пенсионное страхование – это страхование своей будущей старости. А страховым случаем является достижение пенсионного возраста. Так вот, за весь свой период трудовой деятельности человек формирует свои пенсионные права, поэтому в любой момент он может заинтересоваться тем, как у него формируется его стаж, заработок, и уплачиваются ли за него страховые износы. Расскажите, пожалуйста, что такое беззаявительное назначение пенсии? Беззаявительное назначение пенсии – это в условиях развития наших информационных технологий, о наличии всех данных, которые мы можем получить и через наши базы данных, и через информационные ресурсы наших партнеров, организаций, которые оказывают государственные услуги, мы практически на граждан имеем всю необходимую информацию. Человеку достаточно достигнуть, допустим, вот в данном конкретном, в последнее время мы уже второй год назначаем пенсию по инвалидности, если ему устанавливают инвалидность, то мы уже по факту установления инвалидности уже беззаявительно. Раньше, если человек обязательно подавал заявление, то теперь нет необходимости подавать заявление, то мы этому человеку по данным Федерального реестра инвалидов получаем данные об установлении инвалидности конкретному человеку и назначаем пенсию беззаявительном порядке. Кроме этого, не только пенсия, но также и лицам с инвалидностью мы также назначаем ежемесячные денежные выплаты тоже беззаявительном порядке. То есть это процедура, когда без участия гражданина мы назначаем соответствующие выплаты. То есть нет необходимости подавать заявление. Все данные о стаже, о других пенсионных правах мы получаем через наши информационные ресурсы или путем межведомственного взаимодействия с другими организациями. Расскажите, пожалуйста, как происходит информирование о пенсионных правах? Мы уже второй год производим информирование граждан о 40 лет женщины, 45 лет мужчин. Они ежегодно по дате достижения пенсионного возраста через госуслугу получают уведомления о состоянии индивидуального лицевого шота. И там есть сведения о периодах их работы, о индивидуальном пенсионном коэффициенте и также предполагаемом размере пенсии на данный момент. Для чего? Для того, чтобы до выхода, за толку до выхода на пенсию, там 10-15 лет, человек, получив уведомление, мог уже запланировать свое будущее, что у него сейчас не хватает стажа, что за эти 10-15 лет он выработает этот стаж, что у него недостаточно уплаты страховой износа, соответственно, ему надо, чтобы пенсионный коэффициент требуемый был до 30 лет. Соответственно, за эти 10-15 лет он заранее может предпринять меры, повлиять на свою трудовую биографию, с тем, чтобы по достижении пенсионного возраста без всяких проблем мог выйти на пенсию. Вот это именно цель информирования, чтобы люди участвовали в формировании своих пенсионных прав, думали о будущем. Еще один такой вопрос, актуальный на сегодняшний день, про увеличение фиксированной выплаты при командировке в районы Крайнего Севера. Ну, это у нас есть организации, граждане, которые выезжают в командировки в районы Крайнего Севера. У нас в республике Тоджинске, Мегунтагинске районы. Так вот, за этот период командировки работодатели тоже представляют нам отчет. Но если отчетность не предоставлена, допустим, командировка была там раньше, не в эти последние годы, да, допустим, то можно на основании приказа командировки эти данные скорректировать индивидуальными целом счете, и мы увидим кодировку районов Крайнего Севера. На основании этих данных фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена, то есть повышенная фиксированная выплата. Поэтому те граждане, которые работают в организациях, где они выезжают на командировки в районы Крайнего Севера, надо обратить внимание, чтобы работодатель представил данные. Ну, а если данные не представлены, то можно самим уточнить через работодателя, скорректировать эти данные. Или клиентские службы наши представят приказы о командировке. Мы произведем перерашот и произведем повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сегодня у нас была в гостях управляющая Объединенного социального фонда России по Республике ТВА Светлана Кенден. И мы поговорили на тему о получении пенсии. Спасибо, что пришли и ответили на актуальные вопросы. Спасибо. Это была программа интервью дня. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok